здравствуйте очень волнительно здесь находиться и в то же время очень радостно первым выступать всегда достаточно сложно но радует другое я в любом случае могу нести любую дичь но попадаю в десятку лучших спикеров за сегодня поэтому чтобы сэкономить вам заряд телефона это qr-код на веб адаптированную версию сегодняшней презентации а можно а можно мне clicker пожалуйста спасибо с микрофоном как-то не сложилось вот так так хорошо сейчас немножко назад technical проблемы я расскажу о себе потому что я пока готов тело презентации забыл совершенно приготовить слайд кто я кто я такой я 15 лет зовут меня драгун иван я 15 лет работаю в игровой индустрии по любым меркам я уже ветеран индустрии я видел как это все зарождалось еще там во времена первых казаков давно давно и из этих 15 лет последние два с половиной года я работаю сотрудничаю с компанией fraglab и выполняя обязанности я сложно мне ответить какие потому что и чары например не знают с каким профессиональным праздником меня поздравлять поэтому на всякий случай поздравляю программиста аналитика и дата инженерия это те вещи которыми я живу последние пять лет когда меня спрашивают неужели в играх есть данные да они там есть их там нереально большое количество они важны они очень сильно влияют на бизнес но до того как мы перейдем к данным я хочу погрузить немножко в контекст самой архитектуры что же такое компьютерная игра из каких частей элементов она состоит в плане архитектуры как по есть клиенты это то что вы скачиваете на свой компьютер на свой телефон там живут данные которые рассказывают что это за система какое железо юай клики и тому подобные вещи есть игровые сервера если мы говорим о мультиплеер играх наша компания разрабатывает как раз мультиплеер игру соответственно нужны игровые сервера где сводить всех игроков в кучу там очень много данных там игровая телеметрия сессионная телеметрия все возможные данные по про игроков про игровые механики и тому подобные вещи и backend это то место где живут все кошельки транзакции шопы и тому подобные вещи и аутентификация если посмотреть на картинку это не просто картинка за ней целая куча работы это это скриншот из игры fortnite это не наша игра если что эта компания компания epic games делает ее за картинкой очень много данных и эти данные необходимо сначала спродуцировать в нужном вам формате потом вот этими базволдами и тель двх обработать положить куда-то хранить их безопасно и отдать им потребителям в как и в любом другом бизнесе в компьютерных играх есть ну три уровня оперирования данными это operational это быстрые решения которые нужно принимать здесь и сейчас это health status это мониторинг всех систем микросервисов это qa это performance и тому подобные вещи тактически это те вопросы которые нужно за адресить сразу но время на принятие решения есть это дизайн это балансировка это level design и стратегически это там где маркетинг там где им нужно понимать куда мы движемся куда игра движется какое наше комьюнити как повыситый процент жировом масле когда меня компания fraglab пригласила к сотрудничеству из бигдата я знал только логотип хадуба поэтому почитав мануалы решили делать стек который базируется на клаудере нас на клаудера дистрибьюшина в ходу в моей фантазии это выглядело как-то так это это схема которая один в один повторяет схему которая нарисовал два с половиной года назад какова же будет наша лямбда архитектура значит мы собираем данные с клиентов серверов с бэкэнда запихиваем в кавку через флюм их как коллектим складываем в hdfs ну и дальше бач процессим через парк большие репорты и life life дашборды health monitoring у нас через нее real time выглядит вроде как непросто что тут делает кавка прокси дело в том что игровые сервера игровые клиенты живут в очень токсичном environment и там живут читера мамины хацкеры ну в общем там вот вот здесь все пытается тебе напихать какой-то гадости куда-нибудь поэтому кавка прокси помогает обезопасить нас от нежелательных инжекшенов со стороны пользователей вот это все выглядит классно но не работает потому что первое с чем мы столкнулись надо как-то spark скрипты запускать дело в том что вот эта вся инженерия живет в линуксе на виртуальных машинах работаем мы на виндовых машинах соответственно необходим какой-то инструмент который позволит банально зайти куда тебе надо запустить spark выполнить на нем скрип поэтому добавилась прослойка в виде ливи spark magic и юпитер ноутбука юпитер ноутбук был знаком нам из тех времен когда мы занимались аналитикой spark magic выполняет прослойку по сути описывает это конфиг который передается через ливи в spark какой spark драйвер необходимо запустить все хорошо оно как-то работает а до репорты это по сути письма в почте с картинками сгенеренными из юпитер ноутбука ну такое себе solution на троечку поэтому мы решили исследовать что же дальше эта система не прошла наш reality check совершенно потому что данные стали эволюционировать быстрее чем мы за ними успевали и поэтому система начала сбоить данные появляются новые меняются форматы меняются источники мы совершенно упустили из виду то что за за этой всей машиной арене необходимо следить с точки зрения именно данных нестабильности самого haduba а какие данные в каком количестве в каком качестве проходят через систему через этот весь этот pipeline удобство это совершенно неудобно в том виде в котором на предыдущем слайде я показывал через ливи spark magic это совершенно неудобно и категорически вам не рекомендую ну кроме как для эксперимента и у нас появился целый пласт симуляций которые необходимы были дизайнером то есть по сути мы брали фейкали данные в том виде в том объеме который мы планируем по по разным юзерам как они там играют это все фейковые данные но их было очень много и нам есть необходимо было строить какую-то аналитику какие-то модели по этим данным и это тоже должно было где-то жить что мы нашли в процессе исследования докер нам очень сильно помог докер в плане того что ливи постоянно отсыхает ливи это такая прослоечка небольшая у которой у как у сессии есть lifetime ты ему как нет века рано или поздно этот лайфтайм заканчивается ливи экспирится и у тебя отсыхает spark докер помог это упростить spark streaming помог нам отвечать на вопросы health мониторинга какие данные проходят в каком качестве и так далее но у spark streaming куча своих дроу бэков первое это постоянство стримы необходимо если ты их запускаешь и держишь постоянно то тебе необходим очень большой кластер с большим количеством ресурсов либо тебе необходимо их оркестрировать гасить запускать чтобы они не отжирали ресурсы на ярко и offset management дело в том что spark по дефолту а я сейчас говорю о тех вещах которые я делал все по дефолту spark по дефолту без дополнительных обязок записывает всегда последний offset батча даже если он крашится внутри и поэтому он записывает крайне но по факту батч не отработан скрипт скрашился поток скрашился нам необходимо вернуться сюда на первую все поэтому мы стали искать solution который нам позволит хранить решение без сложных java обвязок без каких-то дополнительных хранений в zookeeper и нам на помощь пришла антилопа куду очень быстрый columnar storage ставится на шару работает безотказно мы с там стали хранить offset и по сути если stream крашился мы сохраняли первый точнее считывали сохраняли сохраняли все только в конце отработки всего батча еще один один вопрос удобства мы за адрес или при помощи импалы импала очень быстро и очень удобно и в том плане что она дает вам и сквельный интерфейс на ваши данные по факту на куду на хаев на что угодно так нашем зоопарке появились антилопы но к тому времени когда вот антилопы появились у нас зоопарк приобрел монструозные размеры у нас появилась прослойка spark streaming которая жила по своим законом писала в куду результаты отработки батча она писала в mysql потому что графана на тот момент не дружила с хайвом и импалой поэтому у нас появился еще mysql и графана показывала красивые графики сколько данных проходит по системе в каких топиках появилась импала почему она над хайвом и не на дожди фасом на тот момент я думал что импала по факту дает тебе интерфейс коннекшена на хайв и поэтому использую использовал ее именно так типа create external table там и так далее ливи завернулась в докер докер тоже необходимо было менеджить появились стендалон скрипты для того чтобы взять данные из hdfs которые в джейсоне преобразовать в нужный нам формат адаптировать под аналитику сохранить в виде хайв таблицы чтобы мы могли потом это квырять импалой а это все запускалась через дженкинс и отдельно появились симуляции которые у которых сначала был свой mysql но мы потом решили но вы же не не черти какие-то мы завели все в один mysql не помогло самый главный и самая главная проблема наиболее большая в этой всей системе это backward compatibility данные эволюционируют постоянно игра только девелопится она начинается from the scratch и каждый день каждый каждый месяц каждый релиз появляются данные они меняют свой формат переименовываются ключи переименовываются сами ивенты появляются новые environment и меняются кавкотобики и это все постоянно падает мы не успевали адаптировать production скрипты для того чтобы успевать за данными то есть мы только данные задизайнили вот программисты сделали фичу данные в новом формате поехали у нас все упало идем правим скрипты ага так все нормально заработала опять упала потому что данные основы эволюционировали мы стали искать solution под эту всю штуку нам на выручку пришли наши бизнес-партнеры которые нам настоятельно рекомендовали посмотреть в сторону авру мы стали смотреть и оказалось что при подходе первичности схемы эта штука очень хорошо работает в нашем в наших реалиях в в реалиях компьютерных игр компьютер игры авра схема дала нам контекстный источник дизайна данных то есть не надо было писать сложные конфлюенс пэджи с какими-то таблицами можно было написать просто обычную джейсонину с комментариями и это являлось источником дата дизайна контекстный источник документации которую на которую реферят разработчики в процессе имплементации и контекстный срез состояния самих данных почему контекстный слово фигурирует в этом все дело в том что мы разрабатываем в несколько потоков не в несколько а в очень много потоков фичи на одном звук на другом потоке левела на третьем и так далее multiple dev environments очень сильно множит количество работы почему потому что 30 стримов в перфорсе на тот момент было около 30 35 плюс ивентов что дает нам суммарно больше тысячи возможных состояний схем соответственно это очень много очень очень но в то же время у авра были очень большие свои плюсы это вершининг через перфорс засобитил схему ты можешь наблюдать за тем как она эволюционирует как а кто ее менял когда на какие брончи она ушла и так далее это контекстуализация это то что о чем я говорил то есть тебе необходимо оперировать не схемой на конфлюенсе а схемой внутри твоего development branch открылась здоровенное окно возможностей по автоматизации размером со штата обама наверное потому что имея схему ты знаешь какие данные в каком контексте тебе должны приходить в какой момент времени соответственно ты можешь написать автоматизацию и проверить данные еще до того как они по факту произведутся и это актуализация документации которая очень сильно не хватало на тот момент у авра есть также свои контраст которые очень сильно за аффектили наш наш пайплайн в первую очередь из-за того что отвел флюм для того чтобы эффективно работать с таким количеством топиков с таким количеством схем нам необходимо было развести один ивент партопик то есть грубо говоря мы каждый бранч каждую схему на этом бранче каждый event заворачивали в отдельный кавка топик кавка с этим справляется не вопрос а вот флюм не справляется потому что флюму необходимо показать на источник схем где его брать и также первое по важности флюм партиционирует данные записывая их в hdfs через интерсепторы то есть у нас есть там namespace это branch наш development это текстовое поле по факту внутри нашего пайлода которые необходимо выпросить чтобы флюм знал в какую папку в hdfs его положить это очень неудобно и долго и если писать вот эти интерсепторы на все партишины и возможно они там разные на разных стримах это очень долго плюс в удобном виде в явном виде флюм синки оперируют только latest схемами из схема registry spark и by spark именно из-за необходимости 10 реализации авроданных тоже почти что перестали играть важную роль дело в том чтобы эффективно считывать авро файлы spark'ом необходимо эти схемы засунуть в hdfs чтобы spark мог их прочесть на тот момент я не нашел как spark'у показать что вот там у тебя схема registry пойди идишку спроси и необходимость реализации 10 реализации самих данных и необходимо как-то менеджить схемы мы стали искать solution очередной solution solution нам на выручку прямо вот технологическим прорывом пришел streamsets data collector это отличнейшая data ops платформа которая в плане data ops а позволяет буквально все она позволяет взять любые данные любого формата из любого источника ну вот wild guess какой-нибудь источник данных кто у нас может быть текстовый файл twitter что угодно resta пишка взять оттуда провернуть внутри системы положить куда вам надо в любое хранилище первое что меня купила я как дизайнер компьютерных игр в прошлом меня купил вот из из вот любят редактор который выглядит где-то так ты берешь просто ноды визуально скриптуешь вот у нас там кавка consumer есть хайк методата которая записывает в хайк файлы оврошные и хранит в виде таблиц мета данных класс удобно просто капец resta пишка resta пишка открывает еще еще больше расширяет возможность автоматизации она очень простая она очень рабочая и она сильно нас выручила и как я тогда думал очень важно что у софта есть sdk для питона впервые в жизни я увидел библиотеку питоновскую которая ставится через pip install и просит лицензионный ключ когда мы уточнили ненавязчиво у ребят из stream sets сколько же стоит такая система мы решили что мы попробуем своими силами поэтому с sdk питоном не срослось но это нам не помешало почему потому что зажеврила надея мы попробовали напилить свой оркестратор pipeline что такое pipeline если забить в google translator это трубопровод на самом деле так оно и есть мы берем данные из кавки десериализируем их выкладываем в hdfs все звучит просто на самом деле не сильно просто потому что для начала надо за реверс инженерии джейсонен у самого pipeline на котором стримсят записывает вот pipeline sorry за тавтологию она не то чтобы сильно простая там около 8 уровней вложенности самой структуры это заняло ну по хорошему недели две после чего дальше дело техники подставить в уже готовую готовый pipeline script подставить нужные тебе данные какой стрим какие топики вычитывать куда складывать какой и адрес там твоего схема регистри и погнал и попробовали прицепить это на существующие наши дженкинс джобы которые отвечают за билдинг деплой и автоматизирует работу с нашими мультистримом билдами и это получилось получилось просто на отлично потому что как только мы запускаем дженкинс дженкинс билдит билд деплоит его после чего параллельно джобой запускается sdc-менеджер генерирует нужный нам джейсон сабмитит его в через rest api в sdc и стартует на стопе точно также процедура обратная мы мы запускаем sdc-менеджер стопим pipeline это адресит кучу кучу вопросов и в нем одни плюсы чистые бенефиты потому что это очень просто это настолько просто вот весь этот sdc-менеджер если бы не такое количество кавка топиков можно было бы делать руками не надо было писать оркестрацию и так далее ты написал один раз вот вот этот визуальным скриптом сделал один pipeline дальше скопировал поменял значение переменных если у тебя там топиков несколько отличный way to go но на тысячи топиков это сложно он стабильный он настолько стабильный что мне иногда становится страшно он ни разу не падал падал только когда выключался свет надежный как пружина от дивана я не знаю что нужно сделать чтобы его сломать у меня не получилось и это позволило нам экономить ксен ресурсы которые нужны для билдов для самих деплоев и тому подобных вещей дело в том что у нас в инфраструктурно для девайлопмента есть свои ксены на котором на которых нарезаны виртуалки с общим пулом ресурсов и если мы бы держали все эти пайплайны одновременно мы бы отжирали здоровенный кусок ресурса так мы не держим пайплайны если пайплайны пустые а пайплайн не пустой только в момент когда есть билд в которой играют или которые тестят то есть которые генерируют данные соответственно он работает суммарно там минуты четыре пока прогнались автотесты и не занимает все остальное время очень удобно в результате из от изначального вот этого монстра зоопарка отпали симуляции дизайнеры уже там сделали необходимые замеры придумали системы симуляции больше не нужны пропал пропала прослойка сливе пропал спарк стриминг потому что при помощи схем плюс streamsets дата коллектора можно делать то же самое только проще существенно проще отвел флюм по той же причине в результате а я отвел с описанием отвел джейсон ну не то чтобы совсем джейсон остался на клиенте и на сервере а вот backend пока мы там запрягали проводили эксперименты искали streamsets data collector наши инженеры ребята очень четкие они решили написать свой сериализатор на backend это очень удобно поэтому с backend а сейчас у нас идет авро с серверовый клиентов у нас идет джейсон опять же токсичный environment ходим через кавка прокси backend живет в безопасном environment и все сервера друг друга знают знают от кого что можно ожидать поэтому они напрямую коммуницируются схема регистри берут там схема иди регистрируют новые схемы и идут в кавку функции сериализации для джейсона выполняет схема регистри это очень удобно сама схема регистри умеет сериализировать базовые типы nested структуры она не поддерживает то есть если вы захотите сериализировать авро в котором есть внутри дикшен и или там лист у вас не получится базовые типы сериализируют на отличие кавка как было так и осталось дальше появился моя прелесть streamsets data collector на карту который писал авро файлы в hdfs и заворачивал мета данные в хайв чтобы можно было пользоваться этими файлами квырять их как таблицы импала позволила нам оперативно и быстро работать с данными проверять их это очень удобно когда любой инженер qa дата аналитик кто угодно кто девелопит фичу может просто зайти написать очень простенькую квырюву в sql и увидеть дошли его данные или не дошли в конечном итоге у нас появился табло который тоже ковыряют импал и отлично справляется с задачами репортинга появилась прослойка автоматизации которая оркестрируется через дженкинс которая висит на кавке параллельно слушает кавку и принимает какие-то решения например это перфоманс тесты грубо говоря свалить дженкинс джобу потому что у тебя там fps дропнулся это отличный way to go и отличный кейс использования таких вот вещей по автоматизации хинты этой системы следующие первое что полезло это количество hdfs блоков потому что мы в угоду использованию эффективности использования мы стали закрывать файлы каждые 5-10 минут или по количеству записи дело в том что на dev environment ах не так много данных поэтому файлы не успевали закрываться по по 100 тысячам записей поэтому они закрывались по времени и это породило проблему ну это ворнин хадубе ходу говорит ой я так взволнован количество блоков превышает решил давай наверное что-то сделаем она работает пока но с этим надо надо что-то делать поэтому мы увеличили rotation time для файлов то есть если на стриме над в кавкотопике нету активности мы закрываем раз полчаса файл то есть полчаса не активности закрываем файл это уже не не real time но все равно достаточно быстро для того чтобы в условиях agile development это принимать помогать принимать решение безопасность у нас есть история когда мы тестировали наш деплой на внешних на весах и торчали небольшое время не прикрытой кавкой наружу какие-то умельцы нам нафигачили в эту кавку подписали нас на топик из реддита который записал в hdfs неюникодными символами папки партишины и так далее я убил два дня на то чтобы эту всю дрянь почистить а ларчик открывался очень просто обычная регекс по через ходу бфс если понадобится запишите лучше запомните импала импала такая бубочка с ней так удобно она такая быстрая что ничего больше не хочется все потому что она кеширует но в этом в этой быстроте есть дробейки первое она быстрая до тех пор пока количество данных не превышает определенного размера так как мы оперируем гигабайтами условно сейчас данный момент импала этого и тугу потому что когда ты пишешь к вырю в хаве он сначала запрягает там аллоцирует ресурсы через yarn создает какие-то джобы начинает этот мы предус хотя на самом деле я хочу заковырять каунтом какой-то по таблице это все импала быстрее но у этого кэша есть дробег когда вы пишете файлы особенно в стримсет с датаколектори они появляются физически на диске но импала не знают о них ничего поэтому у вас данные записались вы пытаетесь заковырять данные вот я вижу стримсет отработал записал там 10 тысяч записей а их нет инвалидает метадата это то что нужно делать если вы динамично работаете с данными которые появляются исчезают появляются или редактируются таблицы инвалидает метадата чистит кэш импалы она пересоздает его на партишины пользуйтесь партишинами как маньяки с абсцессивно-компульсивным синдромом серьезно они они очень позволяют быстро и качественно оптимизировать продакшн касты почему пример на небольшом количестве рекордов 300 полмиллиона полмиллиона 35 тысяч после инвалидает метадата то есть у импалы ушло 29 и 3 секунды для того чтобы заковырять полмиллиона рекордов через если использовать фильтр по текстовому полю внутри данных но если же опять же после инвалидает метадата использовать партишин то время сокращается в 5 раз я тут немножко стратил обрезал строку в которой был партишин у нас здесь нс а там namespace это партишин внутри да 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 то там есть это мой косяк я не проверил сейчас увидел прошу прощения и последнее по порядку но не последнее по значению это доки документация по дизайну данных по дизайну систем по настройке всех пайплайном это лучшая временная инвестиция моя за последние два с половиной года а в плане работы конечно же это схемы сами себя объясняют это обычная джейсонина в обычном human readable формате еще снабженная комментариями поэтому это крайне эффективно и крайне удобно документация преодолевает расстояние и время особенно если вы работаете не внутри одного офиса вы работаете с большими компаниями или со своими бизнес-партнерами которые живут в другом времени в другой стране это очень сильно экономит нервы это опять же автоматизация любая документация если процесс хорошо задокументирован его можно автоматизировать и помните о gdpr вам рано или поздно придется если вы выходите в европе в штатах вам придется иметь дело с юристами юристы придут вас и спросят дружище а зачем мы собираем айпи адреса наших игроков и в явном виде пишем их email и ты такой чтобы такого не было лучше сразу помнить о том что есть gdpr и пользователи должны быть анонимными и второй момент хорошо документировать чтобы можно было в один клик юристам отгрузить документацию по ваших ивентах какие данные в каких форматах в каких ситуациях вы собираете со своих пользователей и еще один hint от меня уже как от аналитика а не как вот дата инженера спасибо чего хочу начать это с постановки проблемы задачи ну как знаете обычные какие-то научные публикации в них обычно начинается все с основки задачи вот и когда мы думали с чего начинать то вот как раз решили что начнем с того вообще зачем нам пришлось нашем проекте все это наворачивать использовать кавку и tl cdc и начинала начало с того что нужно было интегрировать для одной компании международной различные продукты вот можете увидеть продукт вайс и интегрировать по второму измерению у нас у нас эта компания работает 52 странах соответственно ей нужно было интегрировать данные которые вот собираются в этих 52 странах ну то есть такие два параметра продукты то есть совсем разные это erp там до баз данных crm key и вообще не ну непонятно что может быть этом появится будущем может быть все что угодно вот и если говорить о объемах данных то мы так посчитали что для одного продукта для одной страны если это такая большая страна как рекей то за месяц объем обработан данных среднем может быть где-то один терабайт то есть это принципе немного но принципе учитывая учитывая там брекситы разные да и учитывая то что эти данные они собираются то есть как бы операционные данные и возможно если поменяются какие-то правила ведения учета в этих ну например веке да все с блекситом то может быть всплеск то есть и нам нужно будет этот всплеск обработать и ну в общем трудно сейчас спрогнозировать какие будут максимальные обороты вот ну и принципе пока что вот непонятно зачем нам может быть понадобится кавка зачем нам может понадобиться cdc и зачем все это использовать и как это все использовать поэтому я расскажу какие у нас были на и стухи то что мы хотели иметь от нашего приложения то что хотели видеть и какие мы хотели то есть эти на 100 фичера они вы плавно переходы requirement и или наоборот вот то есть первый такой requirement это однородная паблик api имеется ввиду что наш клиент очень хотел чтобы api была доступна не только внутри компании но и всем партнерам то есть да не как бы не только своим каким-то свои приложения но и чтобы со стороны мы могли потреблять этапе эти данные и но народное понятно второй момент который очень был важен это управление из одной точки сели права всем и по всеми правами доступа то есть это очень удобно и если если у нас и будет много разных партнеров из разных компаний то соответственно ну как бы права доступа это имеет значение ну кроме того да там то есть у нас может быть очень много потребителей сейчас соответственно мы хотим чтобы у нас было может быть масштабируемость и у нас была высокая доступность нашего решения соответственно мы ищем такое решение которое уже да то есть можно смотри какие-то пик дата инструменты и уже смотрим в сторону кубернетеса который нам поможет всем этим управлять об этом я немножко позже расскажу вот это что говорил предыдущий докладчик это вот эволюция схемы эволюция схемы это то что позволит нам будущем избежать каких-то таких вот проблем связанных с ну и вообще принципе наличие схемы эволюция схемы позволит избежать проблем с тем что где данные меняются и там может быть полетали поляется какой-то мусор в этих данных вот но и говорится уже там об аваре я собственно там об аваре упомянул в будущем в следующих слайдах вот и как бы потихоньку мы уже потихоньку начинаем подходить каким-то понятиям связанных связанным с кавкой да то есть деливери семантика это то что вот сейчас то что сейчас нам нужно это это листван семантика листван семантика то есть это нам важно чтобы хотя бы раз доставлено было сообщение вот если она там будет доставлено если будут дупликаты это не страшно мы это потерпим вот но в будущем будущем у нас будет сто процентов какие-то решения которые будут использоваться за клеван семантику все это принципе то что может дать кавка ну и то что это пулбейс решение кавка это тоже для нас хорошо в том смысле что мы можем как бы уже зависимости от как можем использовать такое такую штуку как бэк прессер да и там же регулировать управлять зависимости от того сколько потреблять консюмер управлять приходящими данными из кавки ну или из другого кота решения ну конце концов мы подумали и пришли к выводу что ну ничего лучше кавки нет потому что те решения которые но это не только так только такой наш взгляд если есть там на самом деле много различных различных приложений в которых используются которых которые делают принципе ту же самую работу это pulsar это над streaming но такой поддержки кавки у них у всех нет и и если говорить например о пультом же pulsar и то apache pulsar то он больше ориентирован на latency а кавка ориентирован на струбпут соответственно нам больше нужен был струбпут поэтому мы решили ну как бы и и и из-за этого взять кавку ну и кроме всего вот все эти пункты они все вот смотрят все они все нам указывают отбери берите кавку берите кавку да и постоянно переключая вот этот слайд наверно он будет самый интересный сегодня не знаю почему это cdc cdc ну все знают что такое cdc может это не знают пойдите пожалуйста кто знает сессии что такое может слышали у один человек два человека три человека знают сквозь неси я уже понимаю что будет интересно потому что никто не знает что такое а вот и все это аббревиатура change data capture на самом деле полезная вещь которая заключается в том что у вас просто есть приложение которое вы нацеливаете на какой-то источник данных обычная такая-то база данных и это приложение она просто читает апдейты из этой базы данных в нужное вам место например в кавку или там какую-то другую базу то есть вы как бы берете создаете еще одну еще одну ну как бы переносите постепо переносите в режиме онлайн до режиме лопера себе другую базу все ваши данные которые у вас есть в одной базе вот если вам не нужно никакого нового кода то есть это все будет сделано автоматически достаточно удобно и но это оказалось проблема в нашем случае потому что наши ски у нас и сквель сервер наши источники и microsoft на самом деле не предлагает ресурс файл ресурс фрэнли решение то есть у них есть тоже все 10 для сквель сервера но она очень затратная по ресурсам потому что ну есть некоторые такие детали вот поэтому мы посмотрели что предлагают другие стороне компании это был это были golden gate и от unity но они казались очень дорогими вот еще ну то есть еще они исключились да из наше рассмотрение решения потом мы посмотрели что узкие скейл сервера может это занимался этим знаю что обязательно все вспоминают об этом что есть чинч трекинг но для нас тоже не подходит потому что он во первых в дефолтных настройках для нас не работает но если мы для него выставляем снапшот изоляцию то он начинает работать не работы потому что он будет нам только поставлять последние версии данных а нам нужно все все апдейты вот тут это как бы указано вот но если он поставляет все версии данных то он работает очень медленно и собственно опять таки нам это не подходит вот ну и мы решили что напишем напишем-ка мы свой cdc то есть какое-то приложение которое будет как мы хотим будет вычитывать из нашей из наших источников по тем критериям которым мы хотим ну в общем то очень чтобы она была очень раз настраиваемая и мы написали это потом на следующем слайде я покажу где она у нашей архитектуре стало это решение но могу сейчас сказать что вычитываем сейчас мы cdc по двум колонкам это даже ну так как бы 33 режима вычитки это таймстэм колонка то есть принципе сама себя говорит инкрементальная колонка это просто пронумерация всех рекордов да и мы их можем вот по этой инкрементальной колонке вычитывать и запоминаем соответственно там вычитали например там первую тысячу тысячу запомнили приложение там например упала поднялась мы начинаем продолжать читать с тысячи тысячи первого например рекорда ну или покида по комбинации этих двух колонок если например там стэм повторяется то соответственно инкрементальная будет уже дифференцирующая колонка вот вот как бы вкратце кастомный cdc и вот в таком виде мы имеем наше текущее приложение то что реализовано это такой как бы и tl достаточно классическом виде с использованием стейджин ири в виде клавки виде кавки кавка кластера то есть нас есть кавка кластер да и у нас есть два наших приложений которые мы собственно писали пуллер и телепроцессор и пуллер это собственно есть наши cdc которая вычитывает из операционной базы данных все наши вот данные которые нам нужно будет перевести в датамарты и дальше они будут перекочуют балаб кубы вот и здесь вот уже начинается как бы такая достаточно область конкретики ну то есть нужно уже погружаться и мы уходим потихоньку от абстрактных каких-то вещей вот и здесь появляется например то что кроме баз данных вот эта вся часть она содержится в кубернетесе все управляется то есть у нас там да там есть n инстансов пуллеров которые вычитывает из операционных баз данных до которые находятся и говорил уже 52 странах и записывает кавка кластер то есть и у нас как обстроен кавка кластер нас там есть топики для каждого для каждой таблицы которая есть в операционных базах данных то есть вот одна таблица один топик такая схема и на самом деле под один топик мы создаем один пуллер то есть не больше не меньше один ровно один к одному и есть и для того чтобы всем этим как бы набором управлять мы создали management plane это такое приложение которое смотрит за тем чтобы если нам необходимо вывести на орбиту новый пуллер вывести в кубернетес новый пуллер то она смотрит что появилась на этот список да и в нем появился новый новый пуллер она его включает или выключает если нужно его выключить то есть вот выведение выведение как бы на работу пулеров это такая автоматизированная задача и управляется на менеджмент через менеджмент plane ну и соответственно сам пулер это такое приложение которое на самом деле можно легко адаптировать под под любую базу под любую таблицу просто поменял конфиг то есть одна и одно изменение конфиге мы его подкладываем куда нужно это приложение уже учитывает как настоящий cdc да то есть конфигурируемая учитывает из нужной нам таблицы там мы можем еще указать какие там 40 ну там какие-то может быть дополнительной генерации нам нужно сделать суррогатные ключи то есть какие-то небольшие изменения ничинг данных и этот пулер он сделает здесь вы можете еще увидеть схема registry это немножко забежал схема registry это как раз вот та вещь о которой говорил иван это такое хранилище авросхем которые задача которых это валидировать все что попадает как к кластер топики вот соответственно мы как-то немножко можем уберечься от того чтобы эти приходящие данные были там невалидные или какие-то мусорные и так далее вот ну а и телепроцессор это такое приложение да там тоже соответственно управляется кубинетасом и там достаточно много инстансов может быть там на одну таблицу там 23 так ну и больше то есть не один к одному на самом деле маппинг вот и здесь уже происходит вычитка из топика и мы отгружаем все что вычитали дата марты это марта как бы тоже такие базы данных и сами телепроцессоры они настраиваются то есть уже здесь они работают на основе того что у нас есть как как консюмеры которые вычитывают из топиков все что там есть и склады дата марты и конфигурация также очень достаточно простая подкладываем нужный нам конфиг конфиг немножко на самом деле если у нас появляется какой-то новый флоу да там новая таблица который нужно будет нам перри перегрузить из одной из одного источника в другой нам нужно немножко будет дописать кода и принципе все работает не ну как бы ничего нового там как бы новой логике не нужно будет писать вот эта часть салаб кубами это уже и на ней не буду останавливаться потому что я и занимается клиент на своей стороне вот принципе хотя возможно что будущем и это придет к нам эта часть вот хочу сказать только что кавка в этой в этой архитектуре выполняет я уже говорил да она выполняет роли стейджен ирия то есть она как бы не просто а платформа которая как бы такая знаете очереди которые там конец очереди пришло и изначало очереди вычитали из рук конца очереди вычитали что пришло в очередь вот то есть такая как бы можно сказать база данных да но она скажем временная то есть у нас потом появится дальнейшем расскажу другой проект который собственно будем уже из кавки выгружать все уже в персистентную какую-то базу данных все эти данные чтобы как бы не потерять эти данные и учитывая то что мы все все то что у нас будет работать кубернет если будет погружено вовнутрь азура то мы используем азур кубернет и сервис да и почему мы я решил немножко указать почему будем использовать потому что ну есть раз на самом деле различные способы а там управляемые кита там решение или куда свой там кубин это там он премис мы решили использовать в принципе здесь основа том почему мы решили использовать кубернесс они скажем по каким-то таким дедушкиным способом потому что у нас есть ресурс менеджмент то есть различные ну то есть life cycle ресурсов обеспечивается да то есть рождение остановка управление там мы скейлинг под deployment of и так далее нет networking это то что у нас кубернет обеспечивается сеть иным space и конфиги то что у нас очень удобная организация конфигов и мы имеем одно место в которых они все хранятся секреты конфиг мапы кто сталкивался с кубернессом знают эти слова и соответственно дальнейшем это нам даст то что мы можем как бы перед перенести это все на например для другой клауд то есть не привязанным и козуру по крайней мере не как бы нам по крайней мере имплементация связано с кабинетом вот ну и тут и различные плюшки которые нам дает кабинет из то что например тот же самый менеджмент пленда который я упоминал на предыдущем слайде что он мы можем настроить с использованием например различных различных различным видом мы можем настраивать сервисы то есть это может быть стейтус это может быть deployment например когда мы настраиваем puller да сидись и он у нас настраивается как под а например когда настраиваем и телепроцессор это не настраивается у нас их deployment я говорил же об этом что у нас будет несколько инстанцев больше чем один для телепроцессора соответственно это уже deployment кубернетес как бы ресурс demon set и такие полезные штуки когда вы можете в рамках одного пода такие бы служебные приложения и подключать их использовать для там налогирования для записи для переноски логов какие-то хранилища типа прометеуса и другие хранилища ну и то еще очень важная штука учитывая то что мы решили использовать кавку это то что уже есть под кубернетес разработанные кавка операторы они уже достаточно проверенные боях да там они очень хорошо показали себя с точки зрения перформанса и момент такой что у азура у них есть event hub предложение такое то есть это по сути такая как бы азуровский азуровская кавка которая немножко ну как бы управляется собственно разуром и мы оценили как бы ее event hub оценили с самой кавкой и пришли к воду что нам будет удобнее чтобы у нас было больше возможности управлять кавкой и чтобы у нас там больше возможности было управлять там каким-то хранили местом хранения на дисках какими-то другими политиками и соответственно выбрали именно кавку они event hub с кубернетесом пока все тут у нас небольшой такой небольшой большое описание как на что мы опирались когда уже собственно создавали приложение это то что ну я уже об этом говорил сейчас просто купаться это еще раз повторю что само приложение сделано как такой маленький фреймворк что вы подкладываете туда конфиг и и и пулирователь процессор и он как бы уже готов к использованию там настраивается смотрит на нужную вам таблицу и никаких с вашей стороны там сложных движений действий не нужно делать вот это то что касается фреймарка это что касается я тоже об этом говорил да что ну ну так кратце выход мы сделали так чтобы наше приложение было environment agnostic то есть это означает что она может запускаться в не только там в азуре да она достаточно сприспособлено того чтобы запускаться любом другом клауди она ну то есть как бы не не завязано на azure собственно вот мы не поэтому не брали event hub чтобы она была достаточно чтобы все это приложение было достаточно environment agnostic как мы все это тестируем но первое то что могу сказать что у нас нет кирилл и все то есть и соответственно пишут разработчики то есть мы мы стараемся писать как можно больше айти тестов и но главное это с точки зрения definition of done это n-to-n тесты то есть у нас вот есть таблица 1 именно нужно эту таблицу перелить из одного места в другое и мы пишем n-to-end под эту таблицу и когда этот n-to-end тест работает то мы считаем что наша работа для этой таблицы сделано то есть она как бы n-to-est-test работа как бы как definition of done но есть одно требование которое принципе может сломать всю нашу работу и создать нам дополнительные трудности это то что нужно чтобы эти n-to-end тесты проходили за 30 минут тут указано что без начальной вычетки то есть там вычетка начальная может вообще не здесь насколько затянуться потому что как бы данных таблицах много и если мы еще ее будем включить в это в эти 30 минут то это может быть совсем бессонные ночи вот то есть этот это то что касается пирамиды тестирования у нас есть следующие шаги они касаются нашего вот того того о чем он говорил да что вот кавка она стоит дженерия и все данные которые мне не есть чем не есть они через который через какое-то время они как бы исчезнут вот соответственно чтобы они не пропали бесследно мы хотим эти данные переместить data lake data lake это такое хранилище которое вот собственно будет все это хранится но данные могут быть только из кавки то есть они могут быть из других каких-то источников и это уже будет не паблик ресурс и соответственно он будет использоваться в внутренней на внутренних командах data science дата сайентистами как раз то есть они будут с этим работать с нашей стороны необходимо собственно будет сделать вот это перемещение данных мы будем использовать spark в основном и планируем его тоже поднимать кубернессе хотя не факт что это будет легко сделать ну а хранится data lake мы хранить это лик мы собираемся в ажур блок сториджа собственно немного небольшая привязка к azure собственно будет да у нас не совсем мы от него отвяжемся ну и второй момент который мы хотим еще сделать по отношению ну в одна в связке с нашими с нашими это сайентистами это интегрировать анаконду ну это то что ближайшее будущее в принципе можно перейти потихоньку к выводам главный вывод это то что мы нашли решение которое помогает нам достичь тех и начальных как бы целей хита то на что мы ориентировать дали начальных ориентиров это первую очередь то что это решение как бы проверено настолько хорошо что высокая доступность и масштабируемость нам ну и кроме того стриминга то что на стриминга да она нам поможет как бы расширять наше расширять и не бояться того что объем данных возрастет как-то резко или еще акта и соответственно как кластер будет рекорд их легко расширить и это не проблема это достаточно я считаю важная важный момент то что public api то что это public api до капкана как бы у нее однородный интерфейс и управление правами то есть все что касается интерфейса данную схема эволюция это не совсем то что касается интерфейса но это то что нам поможет как бы уберечься каких-то ошибок каких-то проблем с тем что данные могут быть каким-то образом сломаны или что с ними случилось ну и сиди все которыми говорил да на самом деле зависит от того ким нас будут дальнейшем продукты с которыми я говорю до продукта что мы будем с ними интегрироваться и как будут продукты и возможно что ли этих продуктов будет какой-то cdc которая вот нам будет подходить и нам обязательно будет прямо писать свое cdc и а возможно в зависимости до того что что мы увидим нам нужно можем мы сможем расширить это cdc использовать его для других продуктов не только для sql сервера вот это если говорить о плюсах если говорить о таких недостатках то это такой момент как slow change in dimension это чисто такая телевская штука о которой нужно делать отдельную презентацию вот но самая главная штука самый главный плюс этой штуки то что ну самый главный плюс этого минуса что ей занимаются сейчас на стороне клиента но она достаточно сильно замедляет процесс разработки ну и то что поскольку кастом и 10 то нам нужно будет самим его поддерживать но от этого никуда делишься все спасибо всем привет по поводу компрессии пацаны не собираетесь а потому что это бесполезная трата времени microsoft вам скоро все сделает так поговорим про модерн дата вархаус что значит такое модерн дата вархаус а скажите вот когда есть дата вархаус и туда дата сантистов не пускают отлично окей поговорим про модерн дата вархаус здесь я говорю про real-time дата но в принципе я расскажу вам общий подход и мы коснемся тоже real-time дата архитектура у microsoft а она очень интересная для реализации этого подхода и реализации всего что связано с данными в этой архитектуре видим практически весь стек использования microsoft и дежуро все что связано с дата платформ но прежде чем говорить вообще об этом о всем это я да я являюсь обладателем уже третий раз подряд статуса mvp дата платформ всего таких людей в украине 17 человек они не только по дата платформ есть по иаю есть о я думаю по я и вы знаете это александр краковецкий есть по помимо меня по дата платформ будет еще следующий человек выступать ну в общем нас много и каждый из вас который здесь сидит может быть тоже mvp дата платформ либо вообще просто mvp по какой-то технологии достаточно выступать быть профессионалом в своем деле и писать много чего интересного но если это вас конечно интересует и вы не считаете что microsoft это зло так о чем поговорим поговорим про модуль дата вархаус традиционный подход что такое модуль дата вархаус мы не будем разговаривать про 10 характеристик это уже философские вопросы которые можно обсуждать долго и нудно и перейдем к microsoft архитектуре здесь сразу мы видим стандартный наш подход к дата вархаусу то есть у нас в центре всего находится именно хранилище данных это централизированное хранилище всего всей информации которая есть на предприятии и тому подобное и в этой она информация здесь уже очищена она уже преобразована она сделана в какой-то там виде звезды и снежинки все зависит от того что у вас там будет дальше и предоставлено пользователю большинстве случаев пользователей не лазят в хранилище данных ручками и не пишут запросы они используют какие-то клиентские приложения и соответственно коннектиться и анализируют уже данные выданные им с помощью этих клиентских приложений когда пользователь лезет в хранилище данных руками то это уже не пользователь то есть это он уже является больше к команде разработчиков либо это уже бией кей либо кто-то такое то есть обыкновенные пользователи мы сейчас не говорим про дата сантистов говорю сразу то есть мы говорим сейчас про пользователей которые менеджеры еще все таки и а они действительно работают только с клиентскими приложениями этот как бы подход стандартный он везде используется он классный прикольный только при одном условии что в этот классный прикольный проект не приходит еще один дата сорс который отличается от того что есть у нас уже здесь то есть приходит новый дата сорс который не похож который непонятно как вливается в базу данных и мы начинаем насиловать нашу это и систему дописывать новые пакеты дописывать еще что-то и соответственно в конце концов у нас получается огромный пул пакетов где обрабатываются различные источники то есть эта система она больше предназначена для того что стандартным дата сетом дата сорсов которые есть на предприятиях когда приходит какой-то другой экстернал дата сорс а еще не дай боже приходят картинки которые надо распарсить и вытащить туда информацию то в этом случае здесь придется постараться поэтому связи с тем что уже данных очень много и данные различные эти данные могут быть различного формата а еще мы хотим хранить роу дата которая тоже интересно который тоже интересно будет проанализировать и посмотреть что же с этой роу датой происходит и почему вдруг у нас роу дата отличается от даты которые находятся в хранилище может мы ее почистили неправильно а может мы нашли какой-то интересный тренд либо еще что-то то тогда нам гости приходит вот такое вот наше счастье модуль дата вархаус как видите у нас здесь появляется много разных различных вещей различных ирия хабов и если вы заметите то дата вархаус он есть но он уже уходит на является частью дата хаба и уходит куда-то там в уголочек который предоставляется тем же юзером те же вашим тем же вашим менеджером тем же вашим еще каким-то пользователям которые лезут через аппликейшн квад что здесь такого интересно во первых лендинг арея где и ария где мы храним с вами роу дата где мы храним роу дата где мы храним с но пшо снып шоты где мы храним все то есть наша помойка данных ну по-другому как бы на самом деле организовать можно все красиво и чудесно все зависит от того что вы будете использовать здесь лендинг в самом лендинге какую технологию и так далее дальше у нас есть дата хаб в дата хабе у нас с вами там уже очищенные данные форматированные и тому подобное плюс в дата хаб у нас добавляется такая вещь как мастер дата менеджмент кто знает что такое класс мастер дата менеджмент это 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 информация это наши справочники предприятия эти справочники они унифицированы для предприятия вы не можете использовать свой справочник географии если у вас есть мастер дата менеджмент потому что когда вы будете подавать отчет либо вы будете использовать какой нибудь там модели своей либо еще что нибудь и будете использовать свои справочники то бизнес вас не поймут он скажет у меня что это играть я не знаю откуда у нас появилась порт в какой-то если у нас иерархия до там региона либо еще что нибудь то есть дата хаб содержит также мастер данные причем это может быть как часть дата хаба а может быть и внешний мастер дата менеджмент хаб при этом как поступает на всех огромных так предприятиях как не звучит это смешно но под вот эту часть под mdm хаб и под mdm парк выделяется целый департамент который этим занимается он вводит данные он проверяет если они такие эти данные возможно использует различные вещи которые помогают им работать с мастер дата менеджмент надеюсь это не микрософтовские продукты dqs и мдс к сожалению они работают как бы сказать так в общем работают как-то вот что происходит дальше с этим дата хабом как бы я уже сказал мастер данные у нас там хранятся данные хранятся теперь эти дата хаб надо как-то кому-то раздавать то есть во первых в некоторых случаях некоторые в предприятии могут используют различные аппликейшн которые они делают для этого чтобы не пускать аппликейшн в саму допустим в дата хаб мы можем сделать какой-нибудь веб-сервис и пиай и предоставлять уже эту информацию через и пиай следующая вещь это стандартный наши там дата вархаус и датамарты которые могут быть принадлежать но это уже больше сказать лучше сказать датамарты которые больше принят будет принадлежать каким-то департаментом каким-то пользователям еще кому-то и в конце концов еще есть одна такая крутая вещь крутая песочница это дата сайнс санкбокс они имеют доступ не только к самим данным которые находятся в дата хабе они имеют дон данные к лендинг арии и также эрии также эти ребята являются те кто дополняют дата хаб то есть создав какую-нибудь модель которая в там выводит результаты они могут уже вытащить из-за своей с дата сайнс санкбокса и положить это в дата хаб и сказать ребята все вот операционализированная модель мы будем использовать вот дает дает такие вот например результаты например если вот приводить из примеров из проектов которые я в которых я участвовал то один из самых таких очень интересных это например там проект который там может прогнозировать количество урожая того или но того или но там такой той или иной агрокультуры очень любят такие модели трейдеры вот и конечно же когда у нас есть рау данный когда у нас есть различные рау данные типа картинок либо там огромный объем csv либо еще каких-то там а данных которые не являются у нас не является как бы не нормализированы не являются вообще то есть представляет собой хаос в этом случае к нам на помощь приходит бигдата инженеры со своими хайфами с парками пайсонами и так далее и тому подобное а вот а то есть сейчас очень часто и больших то что я вижу в модерн дата в хаоса в основном используются уже не просто какие-то там это или там или еще что-то подобное а уже по полной программе с большими объемами даме на работают именно бигдата инженеры это что касается вообще общего подхода модерн дата в р хаос а вот это microsoft что предлагает microsoft microsoft предлагает эжер и все предлагает делать это в эджер и на данный момент вот эта архитектура работы microsoft с реал тайм данными что у нас здесь есть у нас есть какие-то структурированные там принципе не имеют значения по поводу бизнесе custom apps но большинстве случаев там являются структурированные данные эти структурированные данные мы можем забирать с помощью таких вещей как эжер дата фактори кто значит такое же надо партой а как мнение работы по поводу и же дата фактори работает хорошо дальше мы вытащили эти данные с помощью эжер дата фактори что такое же дата фактори каждую вот эту часть я вам расскажу что это такое дальше мы вытаскиваем и сохраняем данные где-то это может быть блок сторож это может быть эжер тейбл это может быть эжер дата лэйк generation to generation ванг я не советую вам использовать вот то есть это будет у нас фактически в этом месте у нас будет хранилище данных именно raw данных после чего нам эти raw данные надо обработать то есть приготовить и возможно какие-то там кто-то будет тренировать может еще что-то для этого у нас есть такая вещь как эжер дата брикс очень увлекательная вещь которая использует опай спар с помощью ее мы преобразовываем различные данные с помощью ее мы трансформируем трансформируем и можем обрабатывать данные в режиме реал тайма и после чего как мы это все сделали обработали у нас есть несколько вариантов куда мы можем эти данные сложить для дальнейшего анализа первый вариант это эжер из пельдата вархаус второй вариант мы можем напрямую направить в power bi и и нижнюю часть я пока не говорю ничего и мы они не касаемся чуть попозже и соответственно для того чтобы представить уже вот этим вот пользователям которые любят работать с хранилищем данных которые любят работать с клиентскими приложениями мы можем использовать эжер анализы сервисов но здесь все понятно тут связь между эжер анализы сервис power bi xl я не рисовал вот поэтому сюда можно еще коннектиться как power bi так и эжер анализы сервисов через excel вот то есть фактически вот полноценный цикл сверху если смотрим различные данные вытащили сохранили стейджинг преобразовали и операции показали пользователям что касается и уйти устройству различных там не структурированных данных которые там необходимы у нас фриалтами здесь к нам на помощь приходит и жрать динсайт кавка которая вытаскивает эти данные с различных и эти устройств и дальше передает дата бриксу на обработку с дата брикса мы можем эти данные если нам не хотим получать именно смотреть реалтайм дашборты какие-то реалтайм аппликейшн лучше всего использовать для этого эжер космос дебе а если нам не так уж важный реалтайм а мы просто хочем анализировать эти наши данные потом историю смотреть то есть как бы тренды какие-то аномалии искать то мы можем это сохранить либо воскресенье товархаус либо можно засунуть в power bi используя там его в но сильно много вы туда не засунуть и вот фактически вот здесь на этой картинке два варианта две инфра но в две архитектуры первое это если у нас нет и реалтайм вот она вверху идет здесь могут я же говорю тут могут быть как структурированные данные так и не структурированные данные и И внизу у нас есть с вами реал-тайм данные, которые обрабатываются с помощью Kafka, Databricks и так далее. А теперь более подробнее про каждую вот эту технологию, что она из себя представляет и сколько денег вам надо на это все. С Kafka, я думаю, рассказывать сильно не буду, потому что многие, кто работал с ней. И, во-первых, Microsoft рекомендует Best Practice ее использовать для EOT, несмотря на то, что у Microsoft есть еще другие вещи, которые позволяют работать с EOT-устройствами. Но самый лучший вариант это Kafka с ее кластерами, брокерами и вот вся Kafka экосистема находится здесь. Я большого опыта работы с Kafka не имею, поэтому не могу сказать, какие там плюсы и минусы. Самый последний, то, для чего использовали Kafka, один из самых таких проектов был, когда считывались данные с GPS-устройств, с кораблей. Когда корабли плыли, чтобы определять именно, наносились в реал-тайме на карту в Power BI. Это вот то, что реально, где использовался Kafka. Я больше предпочитаю использовать другой инструмент для работы с реал-тайм устройствами. Это Azure Databricks. Он чуть попозже будет. А следующее, это у нас, как я говорил, Azure Data Factory. Azure Data Factory это AEL инструмент, то есть это Extract and Loading. Data Factory управляет различными внешними сервисами, то есть она оркестратор. Что это значит? То есть фактически вы, если кто работал, если вот приводить аналогию, не, не буду приводить аналогию, это плохая аналогия. В общем, у вас есть pipeline. Это какой-то job. В этом pipeline вы описываете, как необходимо работать с данными. То есть вы говорите, у меня вот здесь есть источник данных. Например, сайт, где обновляется, в принципе, Bloomberg. Все знают, кто такой Bloomberg? На Bloomberg есть таблички. Я хочу распарсить эти таблички и, чтобы парсилось там, каждый час эти данные сохранять к себе в базу данных. Что я делаю? Я беру и говорю, вот есть сайт, даю ссылку. Если есть какой-то API, то, соответственно, использую API, подставляю туда ключи и говорю, у меня есть такая вещь, как Azure Function, где я могу описать полностью с помощью C Sharp, либо Python, либо еще, как необходимо парсить табличку. Сделав такую вещь, я это писал, сказал, ты, DataFactor, используй этот Azure Function. После чего, как эти данные вытащились, Azure Functions отработало, данные надо передать. Она собрала эти данные, говорит, я собрал их, куда передавать? Я говорю, вот здесь есть Azure Databricks, вот этот датасет передай Azure Databricks. Она передает это же Databricks, Azure Databricks обрабатывает по своей модели, либо по своему там еще что-то там, алгоритму, который вы написали уже в самом Azure Databricks. Обработал, он говорит, все, я почистил, все убрал, все хорошо, данные хорошие, куда мне их класть? Тогда DataFactor говорит, ага, данные есть, все, я передаю в SQL Server или Azure Data Warehouse. Эти данные передаются и сохраняются в Azure Databricks. Фактически, DataFactor просто занимается направлением датасета, куда, что, от дати, как, в каком виде. Но обработкой всех этих данных занимаются внешние сервисы. Это, например, Azure Databricks, это Azure Function, это SQL Server и так далее. То есть вы в DataFactor просто указываете, что вот эти вот вещи надо обработать там-то, эти вещи обработать там-то, эти там-то. То есть фактически используйте весь Microsoft-овский Azure Cloud. При этом вы платите за использование DataFactor, кроме некоторых вещей. Эти вещи связаны с Machine Learning. Там вы не платите за использование DataFactor, точнее вы платите за использование DataFactor, еще и платите за Machine Learning. Это фактически, то есть если так грубо сказать, то Azure DataFactor это ETL. Но это очень грубо и вообще, как бы, почему его можно называть ETL? Потому что Microsoft умудрилась засунуть SQL Integration Service туда, в DataFactor. Но это уже другая и тяжелая история, про которую без бутылки виски рассказывать тяжело. Вот. DataFactor может работать как с внутренними Azure интерфейсами, различными LinkedIn Service, так и с вашими on-premise решениями. То есть можно забирать данные с SQL сервера, который находится там у вас на сервере, с Oracle, еще куда-нибудь. То есть, в принципе, для самого DataFactor это тоже, как бы, не проблема. И, как я уже говорил, Azure Sys, ну, я не буду это рассказывать, мне плохо становится. Storage. Storage, аккаунты, в основном все знают про Blob, про Azure Blob Storage, Azure Tables и так далее. А кто-нибудь знает про Azure Data Lake, просто Azure Data Lake Storage? Окей. А какой вы спорите, первый или второй? Хорошо. Не, потом будет, сейчас хорошо, потом будет плохо. Вот. То есть, для, когда идут большие объемы данных, да, Blob Storage же отличные вещи, суперкрутые, только не просто Blob Storage, а Blob Storage, который премиум. Потому что у него более, он более быстрый, он быстрее обработает данные. Если для вас не важна скорость, если вы хотите сэкономить, то Blob Storage ваше все. В принципе, Azure Tables тоже, как бы, можно сэкономить на нем очень много. Но, если вы хотите, чтобы у вас была безопасность, и эта безопасность поддерживала вашу Active Directory, если у вас это на предприятии, либо какую-то еще, и вы хотите это видеть в рамках более юзер-френдли, то это Azure Data Lake Storage. Это, фактически, Web HDFS файловая система, которая, также, вы можете там сделать себе папочки, вы можете разложить эти папочки, вы можете сделать эту всю эту структуру, потом настроить все права, кто может, имеет доступ к этим папкам, кто не имеет. И вы реально будете через, если вы используете, для просмотра данных Azure Storage, Tuzu от Microsoft, то вы увидите это все в структуре фолдеров. И, соответственно, скорость. Скорость очень крутая, в большинстве случаев все Data Scientist, с которыми я работаю, и именно люди, и Big Data инженеры, они используют Data Lake Storage из-за скорости, которую, как Microsoft любит, все свои продукты, они синхронизируют между собой, и каждый продукт поддерживает друг друга. Правда, не всегда, но в зависимости от того, где команда сидит, если в Индии, то там ничего не поддерживают. Вот. И со сторожем и все понятно. Дальше у нас идет Azure Databricks. Azure Databricks — классная вещь, реально очень классная вещь, которая мне нравится. Не потому что она Azure, а потому что просто как бы тех, кто работал с Databricks до Azure, разницы, в принципе, вы не увидите никакой. На самом деле, архитектура Databricks и архитектура Azure Databricks одинаковая. Они все используют API Spark кластера и так далее, и тому подобное. Разница состоит в том, что Azure Databricks от Databricks, вот эта вот приставка именно в Azure, что Databricks использует ресурсы Azure по полной программе, и он полностью настроен на работу с Azure. в отличие от самого Databricks, который идет отдельно. В чем это выражается? В том, что появилась, вот если вот так вот смотреть, вот эта вся архитектура Databricks, да, вот у нас есть там различные контроль-поления, Databricks UX, всякие Workspace. Вот это все хорошо, чудесно, а вот это вот то, что добавил Microsoft вверху, Azure Resource Manager, который распределяет ресурсы для Databricks и строит кластера на основе виртуальных машин Azure. Вот в чем разница. В чем прикол, что реально, когда вы открываете Azure Databricks, у вас уже готовая среда для разработки. Вы можете писать там на Python, вы можете писать на Scala, вы можете писать, что там еще у нас есть, на SQL, на Nari, и на Nari, по-моему, вы можете писать. Вот, у вас уже все готово. Вы пишете, вы сидите, пишете в своем ноутбуке и полностью код, который вам необходим. Дальше, если вам необходимо запустить его, вы запускаете, под вас поднимается кластер, и вы платите за то время, пока этот кластер работает. То есть кластер выключился, все, вы не платите за остальное время. После того, как вы увидели, что ваша модель уже работает, работает хорошо, она операционализирована, вы переносите его на другой тип кластеров и можете его запускать как шедулер, то есть он будет подниматься в определенное время, запускать вашу модель, после чего, когда модель отработает, он будет выключаться и все. То есть фактически у вас, вы платите будете деньги только за работу в это время. И это большой плюс Azure Databricks, он user-friendly, он достаточно, я не могу сказать, что он дорогой. Если вы посмотрите, там есть различные возможности конфигурирования кластера, имеется в виду виртуальные машины, которые вы можете использовать, и вы можете подобрать себе на любой вкус и цвет. Используем при обработке как реал-тайм данных, так и огромных данных, когда нам необходимо сделать какие-нибудь тренды, сделать что-то еще, распознать, допустим, даже некоторые вещи, распознавание, например, какой-нибудь культуры на фотографии, либо еще что-нибудь. То есть мы тоже используем для этого Databricks. Почему? Потому что в Databricks доступна вся тоже Azure инфраструктура. Это и когнитивные функции, это и машин лернинг и тому подобное. Вот. И в конце концов Azure Data Warehouse. Azure Data Warehouse это MPP-архитектура. Фактически вы работаете параллельно, ваши запросы будут работать параллельно, ваши данные будут распределяться по вычисляемым нодам, и для хранения ваших данных будет использоваться Azure Storage. Это будет использоваться самый быстрый, самый оптимальный. Последний раз были блогы, но была идея перейти на другую вещь. Пока сейчас то, что я видел, были блогы. Так вот, рекомендуется использовать данную технологию, если у вас данных как минимум 1 терабайт. Если у вас данных меньше 1 терабайта, смысла использовать данную технологию нет, потому что она очень дорогая и очень... В общем, она очень дорогая. Вот. Но в чем плюс? В том, что вы можете сэкономить, ее можно выключить. То есть, можно настроить, что вы отработали какое-то время, то есть, у вас, например, рабочий день с 8 до 16 или до 18.00, но с 8 до 18.00 у вас это работает, с 18.00 вы можете настроить автоматически, что Data Warehouse выключается все, и, соответственно, в следующий раз он включится на следующий день в 8 часов утра. То есть, за то время, которое выключен Data Warehouse, у вас деньги не снимаются. То есть, вы можете этим пользоваться, можете это настраивать. И, в общем, в принципе, как бы еще что хочу сказать про Data Warehouse. Те, кто работает с обыкновенным SQL сервером и знает вообще транзакт SQL, он сильно не увидит большой разницы работы с Azure Data Warehouse. Есть, конечно, там нюансы, но эти нюансы связаны с... Когда вы делаете хранилище, там необходимо думать использовать какие-то хэш-таблицы, какие-то... Ну, то есть, либо хэш-таблицы, либо там таблицы, которые не используют хэш. То есть, здесь надо смотреть уже по архитектуре, по архитектуре использования ваших данных. Но это уже отдельный доклад и не на 20 минут. Вот. И, в конце концов, распределенная визуализация тут понятна. Это у нас используется Power BI. Ну, Power BI сейчас везде все. И я думаю, что использование Power BI за 10 долларов в месяц это вообще не составит каких-то проблем. Но при этом вы можете шарить свои дашборды, показывать это все вашим боссам, еще чем и кому-то. То есть, как бы, это реально, как бы, классная технология. Пока вы не перевалите объем данных 1 гигабайт на датасете. А дальше будет интереснее. Вот. Также у Power BI есть премиум. Премиум это как Azure SQL Data Warehouse. Имеется в виду ценовое образование. Вот. Поэтому для того, чтобы приходить к премиуму, надо понимать, почему мы берем именно премиум и у нас должны быть уже определенные причины для перехода к премиуму. И в конце концов... А, сори, сори. И последнее самое... Это Cosmos DB. Это распределенная база данных, которая в основном используется для... Для всего, чего можно. Я не знаю, для чего. Как бы... Я не могу пример привести, для чего не используется. То есть, как бы... Но мы используем его для... Именно реально для реал тайма. То есть, для реал тайма. И это работает очень быстро. Хотя имеются некоторые... Ну, как бы, проблемы с Cosmos DB, которые быстро фиксятся Microsoft. И сейчас, уже на данный момент, это очень крутая база данных. Ну, и в принципе, на этом все. Если вы хотите почитать по... Azure Modern Data Architecture... Короче, Azure Modern Data Architecture... То вот первая ссылочка. Очень сильно много философии. Вы, когда будете читать этот текст, вы пойметеся. Всем этим поймете, как это круто. Главное, не засните. Вот. Второй уже более этот... Более технический подход. И, как бы, в принципе, SQL-чик это классная SQL-девочка. Я ее знаю. Реально. То есть, как бы, она классно пишет. Очень интересные вещи у нее про компоненты Modern Data Warehouse. Очень интересные вещи про Power BI и тому подобное. Вот. И я не привожу пример. Здесь ссылку на документацию Microsoft. У Microsoft есть такой хороший талмуд на две страницы про архитектуру Modern Data Warehouse. Вы можете его найти. То есть, это вообще не проблема в угле. И вы, в принципе, увидите там картинку, которую я вам показывал. Вот. На этом все. Спасибо большое. Если есть вопросы... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мы идемо від початку до кінца. Питание в кінці, потому что я хочу как-то поддерживать певный темп. Можливо, будет трохи скомкано, но я сподіваюсь, что, в принципе, будет зрозуміло. И всем воно зайде. Окей. Коля про меня что-то, может, разговарив. Ну, действительно, там... Ось я працюю, как Senior Database Developer, я еще выкладываю базу данных на FIOTI, в КПИ. Я уже не помню, ну, 10+, там, 11, уже, чи 12 рік пішов, как я працюю с базами данных, постійно десь выступаю. Корганайзер UDCK, SQL SATA до Киеву, постійно організовано, Коля в том числі, супер-мега організатор, мега-сертифікований спеціаліст, мертвий блог у мене є, Microsoft MMP 2 роки, и, если вы очень хочется меня найти, вы можете найти меня на LinkedIn. А теперь, безусловно, до нашей темы. Мы начнем с локинга. Так, а тут у нас есть цяточка. Цяточки не вижу. Есть, есть мишка. Мишка? Мишка. Не бачу. Не, я бачу, що є кнопка, але не бачу. Ну, добре. Ну, и что ты бачишь? Ося, что здесь было? Не, не бачу. Есть, поймать надо. О, о, мать. Метри, Джоли, я тебя зрозумел. Ну, ничего. Все, добре. Поехали. Окей. Почнемо з досить базових речей. Коли ми говоримо про контроль конкурентності базових даних, ми говоримо про блокування, так звані локи. Локи бувають двох видів. Ексклюзивні, ми їх позначаємо як X, та shared, ми позначаємо їх як S. Якщо нам треба модифікувати дані, цей лок накладується як ексклюзивний, тобто інші дані не можуть з ним нічого робити. Якщо ми тільки читаємо, то це shared lock, ми можемо з ним, власне кажучи, робити якісь операції додаткові. Тобто, ще інша трензакція може щось читати. Окей. Ось у нас перша схема, яку ми побачимо за сьогодні, так би мовити, схема курця, буде ще схема здорової людини, як ці локи з собою сумісні. Тобто, shared lock, shared lock, він сумісний, з ексклюзивним, він уже не сумісний. Все досить просто елементарно. Локи ці можуть накладуватися на об'єкти різного рівня, тобто, це може бути як вся база, це може бути, власне кажучи, таблиця, це може бути якийсь рейндж даних, це може бути конкретний рядок, це може бути окрема сторінка базої даних. Тобто, нам треба прочитати якийсь конкретний рядок, або ми його модифікуємо. Ми його заблокували, lock встановили, і інша транзакція знає, що з цим рядком відбувається зараз якась операція. Сподіваюся, що взагалі ви знаєте, що такі рядки у базі даних. Хто знає? Блін, непідготовлено, публіка, чот. Окей, тобто, як це, власне кажучи, відбувається? Ось, власне кажучи, наша якась транзакція Т1, і у нас накладується shared lock, відбувається читання, потім відбувається, власне кажучи, розлочення, зняли цей lock, потім наклали на об'єкт B знову lock shared, знову почитали, знову зняли його, ну, і показали результат відображення A плюс B. Уявімо, що ми робимо селектом з якимось банальним юніоном. В чому проблема, власне кажучи? От такий підхід, він нам не гарантує серіалізацію. Ви, в принципі, звикли до серіалізації в ООП, що таке серіалізація у базах даних. Це те, що у нас після транзакції, у нас база залишається в консистентному стані. Ну, у нас тут банальне просто читання, але що може відбутися? От, посередині, може, все-таки цю мишку, ні. Та я бачу, що вона є, але і схопити. Тут сенсивіт, я не знаю, 8 тисяч, напевно, стоїть. ОК. Що у нас може відбутися в цьому проміжку? Коли ми зробили Unlock A і робимо якісь наступні операції, у нас може пройти якийсь там Insert, Update, Delete по цьому першому об'єкту. І коли ми відображимо на екран результат цього юніна на двох селектів, не факт, що це вже достовірна інформація. Скоріш за все, могло вже щось змінитися. Особливо на системах високонавантажених, де постійно дані оновлюються, не факт. ОК. Власне кажучи, є трохи більш продвинутий механізм. Називається протокол двофазного блокування. І він, власне кажучи, складається з двофаз. Перша – це фаза зростання, друга – це фаза зменшення. Під час першої фази ми блокуємо якісь об'єкти і можемо їх не відпускати. Наступно – ми не можемо накладати об'єкти, але можемо їх відпускати. В чому, власне кажучи, сенс такого підходу? Він полягає в тому, що ми постійно тримаємо ці об'єкти, з якими ми працюємо, і у нас не буде, власне кажучи, ситуації, коли дані змінюються на кінець транзакції. Далі про це поговоримо більш детально. Знову ж таки, під час цієї фази ми можемо шерет-блокування перетворити на ексклюзивне блокування. Тобто ми прочитали дані, зробили селект, далі зробимо якийсь апдейт. Досить поширена ситуація, йде якийсь чек на дані, підходять вони нам чи ні, і, знову ж таки, ми їх модифікуємо. Типова ситуація для апдейта або деліта, де нам спочатку треба дані знайти, прочитати, перевірити, чи вони відповідають нашому якомусь предикату, тому що знаходиться where, ну якби студенти ви мої були, я б вас вже вигнав з аудиторії. Микола Побивовк, а ну не порушуйте дисципліну, будь ласка. Друга фаза. Ми можемо наші шерет-блокування зняти, можемо ексклюзивні блокування зняти або ексклюзивне блокування зменшити до шерет-блокування. Як це виглядає на практиці? Не слухняний він, не слухняний, не знаю, що з ним робити. Окей, є у нас якась транзакція E, є у нас якийсь об'єкт D, ми перевіряємо, є у нас на нього лок, якщо є, читаємо. Якщо ні, чекаємо, доки інша транзакція... Ага, доки в нас немає блокувань по іншим транзакціям, далі накладаємо блокування і, власне кажучи, робимо читання. І це у нас... Чого я заплутався? Продовжую. Інша ситуація. У нас є ексклюзивне блокування на наш об'єкт D, пишемо. Якщо ні, то чекаємо, доки інші транзакції нам звільнять. Накладаємо... Далі перевіряємо, чи є у нас блокування shared. Якщо є, робимо апгрейд до ексклюзивного. Якщо ні, просто накладаємо ексклюзивне блокування і робимо читання. Все це мега просто. Окей, власне кажучи, база нам зрозуміла, що може відбутися. Є така штука, як дедлок. Давайте я вам поясню не на таблицях, а на хомячках. Щоб навіть всім було зрозуміло. Дивіться, є у нас два хомяка, це дві транзакції. І є чотири морквинки, які ці хомячки хочуть з'їсти. Так, перший хомячок хоче з'їсти першу і третю морквинку. Другий хомячок хоче з'їсти третю, другу, четверту. Перший хомяк з'їв першу, другий хомяк з'їв третю. Ну, знаєте, як хомячки їдять, вони защокують собі моркву цю засовують. І що, власне кажучи, яка ситуація виникає? Що перший хомяк хоче з'їсти третю морквинку, а вона вже защокують у другого хомячка. Що тут можна робити? Ну, так. Де тут, власне кажучи, пета захист тварин? Що ви за кровожирливі люди? Дійсно, що може він там виплюнути її, звільнити, або, власне кажучи, вони стоять один на одного дивляться і нічого не відбувається. Оце, власне кажучи, ситуація дедлока, коли у нас є дві транзакції, вони хочуть працювати з одними і тими самими даними. І одна транзакція почала працювати з першою порцією, друга з якоюсь другою. Потім вони намагаються працювати з тими даними, з якими працює вже інша транзакція. І що тут робити, власне кажучи, не можна. Тому що, особливо, якщо це якась модифікація, у нас є оце ексклюзивне блокування, яке забороняє це робити. Це механізм нормальної роботи реляційної бази даних, ну і будь-якої. Будь це там SQL Server, PostgreSQL, MySQL, Oracle, IBDB2, всюди так. Навіть в SQLite, який я дуже не люблю, але який існує, нам допомагає, насправді. Окей, дедлок, виник. Що робити? Так, тут у нас про старвейшн розказано. Думаю, я це пропущу, повернусь трошки пізніше до нього. Є у нас така річ, як строге двохфазне блокування та rigorous, блін, як це перекласти, таке дотошне, міцне двохфазне блокування. В чому, власне кажучи, вони полягають? Перше, транзакція повинна тримати всі ексклюзивні блокування, доки команда закомітиться або буде відмінена, ну, тобто приміниться. Інший варіант, він ще більш, власне кажучи, потужний. Всі локи наші накладуються по черзі. Тобто не може бути так взагалі, що наш другий хомячок з'їв одну морквинку. Тобто ні, він чекає в черзі, він чекає в інші клітці. Ми ще поговоримо там про моделі ізоляції, трошки стане ще більше зрозуміло. Окей, є у нас така річ, як локменеджер, який менеджить всі ці локи, який моніторить дедлоки. І у нас є, власне кажучи, певна таблиця з цими блокуваннями. Я про ескалацію блокування там ще про багато речей вам говорити не буду, але для простоти розуміння просто у нас є таблиця системна, в якій знаходяться от всі ці блокування, вони там зберігаються, і можна вже, власне кажучи, кожна транзакція перевірити, що заблоковано, що ні. Ось, власне кажучи, це приблизно так на графі виглядає. Знову ж таки, не будемо це зупинятися. Мені хочеться просто розказати про дедлок-хендлінг, як, власне кажучи, ми йдемо з цієї ситуації, коли одна транзакція блокує іншу. До речі, одна, власне кажучи, з тих задач, які я хочу, щоб ви зрозуміли, як до цього підходити, як з цим боротися. Так от, є декілька стратегій такого, щоб дедлоки взагалі не ставалися. Перший, це коли транзакція повністю захоплює всі об'єкти перед початком виконання. Тобто, не буває таких ситуацій, коли перший наш хомячок з'їв одну, власне кажучи, морквинку, а потім намагається з'їсти другу або третю. Ні. Він спочатку свої лапки кладе повністю на всі морквинки і далі дивиться на іншого хомячка і каже, це моє. Якщо щось залишиться, то я тобі віддам. Другий, власне кажучи, варіант, що у нас є певний порядок обробки і у нас йде перевірка на те, що буде ця транзакція робити. Тобто, фізично хомячок лапку на морквинку не кладе, але так дивиться на неї підступно, і інший хомячок розуміє, так, ні, щось тут не так, по-любому він її, напевно, хоче з'їсти. Є дві наступних схеми, як у нас, власне кажучи, відбувається цей deadlock handling. Wait-die and wound-wait. Ну, це офіційна термінологія. Є у нас якась більш молода і більш стара транзакція. Ну, скоріш за все, одночасно вони не почались. Там, принаймні, на якісь мілісекунди, одна з них почалася пізніше. В стратегії Wait-die, що відбувається? Молода стратегія, молодша транзакція, ніколи не чекає на старіших, вони постійно відкочуються. Тобто, якщо відбувається deadlock, ми прибиваємо молодшу транзакцію. В чому проблема, що доки та транзакція закінчиться, у нас більш молодша транзакція може декілька разів бути прибита. Ну, не дуже ефективно, власне кажучи. Тобто, знову ж, панології з хомячками. Ви постійно відкидуєте другого хомячка, тіпи, йди звідси, в мене перший хомяк міність. Наскільки, взагалі, я це пам'ятаю, не по слайдам, а по тому, як я це розказую студентам, там схема трошки інша. Якщо у нас, власне кажучи, в першій схемі, коли транзакції помирають, у нас просто детект іде транзакції, іде детект детлоку, у нас постійно відкочується більш молодша транзакція. В другій схемі, що відбувається, більш молодша транзакція, вона просто чекає, чи не закінчиться попередня транзакція, якщо таймаут проходить, вона відкочується. Якщо за час таймаута транзакція закінчилась, то, власне кажучи, вона переходить в активну фазу і продовжується. На жаль, ця схема хоче є більш ефективною, який ми бачимо її мінус, ну, плюс в тому, що більше транзакцій буде виконуватися, мінус, що транзакції у нас постійно, так би мовити, знаходяться в стані очікування, і якщо б ми могли зробити в першому випадку якийсь error handling, то в другому випадку ми завжди будемо якийсь час чекати. От, наприклад, якщо говорити про SQL Server, там за замовченням йде wait time, як 10 хвилин, ну, і, власне кажучи, 10 хвилин буде чекати, чи виконується ваша транзакція, чи ні. А там просто дедлок, і воно чекає на його завершення. Схема ще більш примітивна – це таймстамп-схема, тобто, кожна транзакція відмічає таймстампами, на яких етапах вона знаходиться, тобто, там, початок транзакції для кожної з них, що я там захопила такі-то там об'єкти і так далі. І для самого дедлоку є якийсь, так би мовити, чітко визначений етап очікування. Причому, як би вам сказати, як дедлок, він сам навіть не виникне, тому що в другій транзакції навіть не видається лок на цей об'єкт. Тобто, вона знає, що зараз планується надання доступу першій транзакції, і вона не буде навіть чекати, вона відразу відкотиться. Ви запитаєте мене, в чому різниця між тею системою з прибиттям їх відразу, а в тому, що вона знає, що якщо планується, що транзакція закінчиться там періодом, не знаю, наприклад, там 15 секунд, вона все ж таки почекає і не буде відкочуватися. Також більш-менш ефективна система. Окей. Якщо дедлок був знайдений, є у нас віктім, так називаємо, і жертва. Це наша транзакція більш-молодша, завжди більш-молодша. Їх зазвичай простіше відкотити. Є інша стратегія, власне кажучи, з вейтами. Це визначення більш важкої транзакції. Тобто, є у нас транзакція молодша, але вона зробила набагато більше роботи. Наприклад, перша транзакція, вона менша, але вона б чекала на щось, доки ресурси виділяться, доки з диску считаються. І вона б фактично заапдейтила 5 рядків, але вона старша. Друга транзакція вже пролопатила 10 мільйонів. Як ви вважаєте, яку транзакцію простіше відкотити? Звісно, першу. І, власне кажучи, є ще й такий підхід до, власне кажучи, визначення віктіму в дедлоці, тобто, хто буде відкочений. Є тут ще цікавий момент, власне кажучи, з цими ролбеками, що ми можемо просто зробити ролбек, а потім знову повторно рестартувати транзакцію. До речі, досить поширена практика. За замовчення ви можете поставити, наприклад, три ретрая на транзакцію. Але бувають ще цікаві ситуації, коли у вас в рамках однієї транзакції захоплено дуже багато об'єктів, і ви на них ще не накладаєте якісь ексклюзивні блокування, тобто, ви їх відпускаєте після кожної ітерації. І що відбувається? Що ви захопили об'єкт А, промодифікували його, захопили об'єкт Б, промодифікували його, відпустили ці два об'єкти, ви продовжуєте ще робити щось, це одна транзакція. Тим часом друга транзакція вже також щось виконала, перейшла до об'єкту Б, який ви вже відпустили, а ви ще транзакцію не закінчили. Також модифікували його, потім у вас відбувся дедлок, ви відкочуєте транзакцію А, вона повертає ті зміни, які були в об'єкті Б, повертає зміни, які там були в об'єкті А, але у нас була, власне кажучи, зміна по об'єкту Б ще й іншою транзакцією, тому і вона буде відкочена. Ну, або якщо вона не буде відкочена, якщо у вас база даних знаходиться в такому режимі, який дозволяє такі зміни, у вас буде порушення цілісності, у вас будуть, власне кажучи, якісь некоректні дані. Це досить цікава, власне кажучи, академічна тематика і, власне кажучи, цікава проблематика для роботи в високонавантажених системах, де зазвичай мінімізується вся ця система блокувань, вона робиться як найбільш легковісною, найменша ще кількість перевірок, щоб швидше працювало, але от виникають усе які такі проблеми. Потім ми ще поговоримо, ну, зараз ми ще поговоримо про таку річ, як про багаторівневу гранулярність. В чому, власне кажучи, сенс? Що у нас об'єкти в базі розбиті за рівнем. Тобто, знову ж, як я сказав, сторінка, рядочок, схема, ой, сторінка, рядочок, таблиця або діапазон рядочків, потім таблиця, потім схема, потім база або там якась файлова група і так далі. Тобто, все це можна блокувати на якомусь певному рівні. Тобто, мінімально це пейдж. І, власне кажучи, зараз ми ще це побачимо, що ви можете блокування робити на цих різних рівнях і можете робити ескалацію цих блокувань. Тобто, от ви спочатку робили якусь читання, модифікацію. Потім ви робили, зрозуміли, що вам ще треба додати в рамках цієї транзакції, там якусь колонку або індекс перебудувати. І ви піднімаєте цей рівень блокування з діапазону рядків на всю таблицю. Так от, коли транзакція знає, що вона буде працювати з певною кількістю об'єктів, вона наперед може накласти якісь певні блокування, так називаємі інтент-блокування, зараз ми до них перейдемо. І, власне кажучи, змінювати оцей рейндж-діапазон блокувань, який зараз накладений. Як ви бачите, є декілька інтент-блокувань. Ну, насправді, блокувань ще набагато більше, ну, не набагато більше, але трошки більше. Але я просто хотів би, щоб ви ознайомилися з наступними. Це intention-shared блокування, intention-exclusive блокування, то shared intention-exclusive. Що ви просто базі кажете? Що у мене я хочу читати з рядка, з сторінки, з таблиці. Я накладу intention-shared блокування. Що цим самим я говорю в базі даних, субеде, верніше. Що от зараз я закінчу свою операцію, або ти там закінчує свою операцію, і я накладу вже нормальна shared блокування. Або коли операція закінчиться, я накладу повноцінне-excлюзивне блокування. SAX – це мікс, власне кажучи, і того, і іншого. Це значить, що буде спочатку shared читання, а потім, скажімо за все, буде ще ескалація до есклюзивного. Це дозволяє субеде, власне кажучи, робити якийсь прогноз. І певним чином хендлити ті самі дедлоки, якось робити щось з навантаженням і так далі. Поясню, навіщо це потрібно. Уявіть ситуацію, у вас якась big data, у вас декілька терабайт даних. Ви можете що зробити? Заблокувати, наприклад, мільйон рядків, абсолютно різних рядків. От, наприклад, у вас там є where, id, in, 15, 75, 328. Тобто це ніякі не діапазони, це просто купа якихось рядків рандомних, ну майже рандомних, ви там знаєте яких. І це мільйон рядків. Кожен лок, він в своїй табличці зберігається, він забиває оперативну пам'ять. Що, власне кажучи, робити з УБД? Їй треба якось це використання пам'яті оптимізувати. І вона може навіть не свідомо зробити ескалацію цього блокування, ну не свідомо, свідомо, зробити ескалацію цього блокування, щоб просто вивільнити оперативну пам'ять для запитів. Тобто у вас там два мільйони рядків, один мільйон рядків заблокований, начебто і не треба ескалація блокування на всю таблицю, але СУБД це зробить, тому що буде просто один банальний лок, але на всю таблицю, а не мільйон локів. І це вивільнити дуже багато оперативної пам'яті, але це для нас погано в плані конкурентної обробки даних. Ми це можемо вимикати всіх, ну ми це можемо керувати цим у кожній СУБД насправді. Тобто адміністратор може це налаштувати, а ви можете для транзакції налаштувати. Є от такі нюанси. І от за доповіку цих, власне кажучи, шеред речей, ви можете зрозуміти, що ага, там я вивільну пам'ять, або там мені навпаки треба буде багато пам'яті, або там ця транзакція не пройде, тому що там буде ексклюзивне блокування, і я можу заздалегіті сказати, що ні, пробачте, там буде жертвою дедлоку і так далі. Тобто, ну, досить складний механізм, цікавий, ідея про станок коло нього. Ось, власне кажучи, та табличка, так би мовити, здорової людини, про яку я вам казав. Так, знову ж таки, все банально. Ексклюзивне блокування не сумісне з ексклюзивним блокуванням, а по всім іншим є варіанти. Ну, з ексклюзивним блокуванням, як ви бачите, взагалі нічого не сумісне. Окей. З цим зрозуміло. Ну, є ще, насправді, інші типи блокування. Є нул-блокування, є блокування, блін. Є блокування схеми там і так далі, але все це базується навколо оцього принципу. Є ще така цікава річ, як снапшот-ізоляція. Власне кажучи, в чому вона полягає? Ну, є її ще різні варіації. Полягає вона в наступному, що ми можемо зняти певний снапшот, тобто з ліпочок даних з якихось, ну, з таблиці, з таблиц, з певних об'єктів. І дати, власне кажучи, їх на обробку нашій СУБД. Причому є два варіанти. Перший варіант – це дати тільки рідонні транзакції. Звичайні транзакції, які ще модифікують дані, вони будуть працювати нормально. Єдина проблема, що нам треба підтримувати ці схеми, якось рідонні транзакції різняти. Другий варіант – це ми, власне кажучи, всім транзакціям даємо ці снапшоти і далі вже розбираємось. При цьому виникають певні аномалії. Є ще часткове, власне кажучи, вирішення цієї проблеми. На наступному слайді ми його побачимо, воно, власне кажучи, використовується в більшості СУБД. Ага. На тому слайді, який я знищен. Ну, нічого. Перевага снапшот-ізоляції. Що читання взагалі ніколи не блокується. Тобто, ми зняли снапшот, він знаходиться паралельно в оперативній пам'яті, ми з ним працюємо, все супер, все класно. Плюс, ми обходимо там стандартні аномалії, там брудне читання, загублені апдейти і так далі, на repeatable read. Снапшот – потужна річ. Але є і певні проблеми з снапшотами. Повертаючись до серіалізації в баз даних, у нас є перший, другий, третій снапшот, щось там виконується, чи на виході у нас будуть дані, які роблять нашу базу даних інтеграційно-цілою. Тобто, так як кожна власна транзакція працює в своєму такому ізольованому світі, вона не знає про ці інші світи, і там може щось відбуватися, якісь модифікації, якісь видалення, які б могли вплинути на ці інші снапшоти, і по факту їх закінчення роботи з ними, база може залишитися в неконсистентному стані. Це рідко відбувається, але, власне кажучи, це відбувається, тому виникають певні надбудови над снапшот-ізоляцією, наприклад, Microsoft вигадала такий read-committed снапшот-режим. Тобто, там уже наступний мінус, що просто дуже багато оперативної пам'яті на це витрачається. Окей, поговоримо про інсерти та деліти. Видалення може відбуватися тільки тоді, коли у нас є ексклюзивне блокування на певні там рядки. Якщо транзакція вставляє новий рядок, вона також на нього ставить ексклюзивне блокування. Тобто, ви одночасно з ним нічого зробити не зможете. Але вставка і видалення нам створює такий феномен, як фантоми. Що, власне кажучи, ці фантоми роблять? Все банально. Уявіть ситуацію. Вам треба модифікувати всі значення по заробітній платі. От, наприклад, ви хочете підвищити заробітну платню всім своїм співробітникам або колегам по команді ви таки стім літ, пм, я не знаю, на 10%. Ну, давайте вдвічі, що ми тут в циклу міжпрацюємо. Ну, більшість з вас. Я сподіваюся. Вдвічі ми підвищуємо зарплату. Але сьогодні до нас прийшов новий співробітник. І, що, власне кажучи, відбувається? Ви запустили транзакцію, яка робить MultiplyCelaryX2. В цей час робиться інсерт по новому співробітнику. І отут, власне кажуть, знову ж таки, що ви хочете. Чи хочете ви підняти цьому співробітнику зарплату чи ні? Але проблема в тому, що, скоріш за все, зарплату ви не піднімете, хочете ви цього чи ні, тому що він не потрапив в початковий селект. Погано. Знову ж таки, це ще гірше, якщо ми говоримо про якісь фінансові системи з високим навантаженням, де цих даних мільйони. І кожного разу, коли ви робите повторний селект, у вас, знову ж таки, ці фантоми з'являються. Проблема ще інша може бути з апдейтами і так далі. Що можна, власне кажучи, в цих випадках робити. Можна блокувати повністю ці дані і не дозволяти туди ніякий не інсерт, не апдейт. Тобто ми робимо такі рейндж-блокування, наприклад, скажемо, що взагалі в таблицю щось не вставляй, або не вставляй там з конкретним ID, якщо у вас йде там апдейт по там, where ID таке-то, або які значення таке-то. Інші будуть чекати. Або, знову ж таки, шукати ці конфлікти на етапі виконання запитів, тобто відкочувати першу або іншу транзакцію. Це менш поширений, власне кажучи, підхід, але і так також можна робити. Так, по-моєму, ще щось третє у мене було. Ну, і знову ж таки, це ще залежить від гранулярності наших апдейтів. Якщо ми бачимо, система може несвідомо для нас зробити захиститися від такої ситуації, якщо вона зробить просто lock-escalation і заблокує всю таблицю, якщо там багато даних, які модифікуються. Одна з причин, приходять до мене люди на співбесі, я вам кажу, навіщо потрібен первинний ключ в таблиці? Ну, люди мені там різні варіанти називають, там пошук і так далі. Одна ще з причин, тому що створюється кластеризований індекс і нам простіше обходити отакі ситуації. Уявіть, у вас є якийсь хіп, тобто індексів взагалі немає. Важко заблокувати дані там, де, наприклад, у нас іде от конкретно там, у кого селері там 2 тисячі, 3, 4, 5, 6 тисяч баксів. Скажемо 6 тисяч доларів. Ми апдейтимо такі заробітні плитні. Якщо немає індексу, ми будемо шукати по таблиці, сканати всю її, висмікувати ці рядочки, їх модифікувати. Якщо є індекс, ми в рейнджі просто заблокували і не можемо туди не заінсертити нічого, не заапдейтити, доки у нас там не виконується попередня операція. Можливо, навіть читати ми не будемо, тому що це ексклюзивне блокування. Плюс індексів. Так, снизки локінг я вам розказувати не буду, тому що у нас уже немає часу. Розкажу просто, перелічу, які ми можемо робити паралельні операції, тому що у нас є паралелізм в темі нашої доповіді. Блін, за 40 хвилин нічого неможливо нормально розказати. Скажемо так, що у нас є паралельне сортування, паралельний джойн, інші операції. У нас є ще паралельна евалюація самих планів виконання, у нас є паралельний на обробку shared memory. І, знову ж таки, сама оптимізація запиту також може бути паралельною. Ці слайди вам надасть, власне кажучи, я так сподіваюся, організатор, як у нас відбувається паралельна обробка в базі даних взагалі. Це відбувається за допомогою механізма блокування. Тобто, якщо запити один одному не заважають, вони просто собі виконуються паралельно, якщо запити хочуть працювати з одними тими самими даними, у нас є shared блокування, те ексклюзивні блокування, які дозволяють, власне кажучи, це реалізувати. Тобто, читання може бути паралельним, модифікація не може, вона завжди послідовна. Є ще інтент блокування, який дозволяє СУБД зрозуміти, що далі у нас буде щось відбуватися. Є у нас ще дедлоки, яким ми намагаємось якось їх уникнути. Знову ж таки, є різні підходи, є різні налаштування в СУБД. Бажано, щоб дедлоків не було, це або перевести режиму в такий режим, або перевести базу даного в таких режим ізоляції, наприклад, там, serializable, коли все відбувається послідовно, або оптимізувати саме виконання цих запитів. Наприклад, ви будуєте індекси, ви дозволяєте більш тонку гранулярність, тобто витрачається більш оперативної пам'яті, але ви працюєте на більш низькому рівні, там, на рівні сторінки, а не на рівні рядка. Тому вірогідність того, що у вас пересічуються запити, вона менша. Знову ж таки, ви можете навпаки сказати, що блокуй повністю таблицю, тоді інша транзакція не зможе там щось робити, дедлоку не виникне. Тобто є різні підходи до цього. Мені б ще хотілося, знову ж таки, поговорити про паралелізм, але 40 хвилин, напевне, це досить мало. Я думаю, ми ще з вами зустрінемося, скажемо тільки так, що, зважаючи на те, що у нас є просто паралельна обробка даних, у нас є ще паралельні операції в СУБД. І що можна розпаралелити? Можна розпаралелити сортування, можна розпаралелити операції групування, можна розпаралелити самі, власне кажучи, побудову ексекюшн-плана, аналіз там даних і так далі. Які б я вам дав би поради? Якщо ви хочете, щоб швидко робилися паралельні операції, дехто їх навпаки намагається вимкнути. Наприклад, на високонавантажених системах дуже часто це вимикають, тільки в один потік, щоб вони не затикалися. Вам треба, щоб завжди була максимально свіжа статистика на об'єктах. Тобто ви знали чітко, скільки там яких даних, і тоді паралелізм буде нормальний в тому плані, що на кожне ядро, на кожен потік буде подаватися однаковий об'єм даних, один одного вони чекати не будуть. Я як адмін, який, ну зараз вже не адмін, але як людина, яка з реальними системами працювала більше десяти років, скажу вам наступне, що найбільшим часом затримки всіх СУБД, яких я бачу, це саме затримки на паралельну обробку даних. Тобто дуже часто відбувається те, що одне ядро якесь чекає, доки закінчують всі інші ядра роботу і результати запиту склеюються. Тому або задирайте цю планку паралелізму, або, ну, тобто, які запити будуть паралельно оброблятися, які ні, або вимикайте його повністю, грайтеся з цим, презентацію трошки почитаєте на останніх слайдах, як це відбувається. Ну і знову ж таки, напевно, ми зробимо ще окремий якусь доповідь про саме паралельні обробці операцій, а не даних, і дізнаємось про це більш детально.